Шаббат шалом! Северная пятница, вера в шаббат! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат 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 шалом! Шаббат шалом, друзья! Шаббат шалом! Всех приветствую, друзья! Сегодня у нас праздничный день. Сегодня мы начинаем праздник Господний прямо сейчас. В этой трансляции. Прямо сейчас начинаем празднество. Да. И не один праздник даже. Начинается день Господний. Начинается шаббат. Суббота начинается. И приготовление, я не знаю, я постарался, но, конечно, надо было лучше готовиться. Учусь приготовляться к этому празднику. Вот. Хорошо, конечно, когда вместе, когда с семьей, когда все делают свое дело и вместе готовимся к празднику. Но вот когда один, то даже и не знаешь порой, что надо приготовить. Свечи, мясо, значит, что еще. Вот. К этому празднику. Но самое главное, да, к празднику, и не только к этому, к любому Господнему празднику, готовить свое сердце. Слава Богу. Вот. Потому что все это, на самом деле, вот это, то, что мы приготовляемся к празднеству, это все, ну, приготовление такое, как сказать, которое, ну, важное, конечно, безусловно важное, но не такое важное, как наша жизнь, наше сердце, собственно, наше сердце. Ну, вот. Самое великое приготовление, самое великое, что есть у нас, можно приготовить, это самих себя отдать Господу, наше сердце, нашу жизнь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за все. Благодарю тебя за этот добрый вечер, святой вечер. Благодарю, Господь Божий всемогущий, за Божие чудо Твое, Господь, сегодня совершающееся чудо Шаббата, и завершение вот этого месяца, Ав, и встреча уже нового месяца. Вот. Спасибо тебе, Господь, за все. Божий всемогущий, благослови, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой сможем сделать все. Боже, благослови сейчас семью мою, благослови, Господь, благословляю Твоим именем святым супругу мою, драгоценную, Ину Сергеевну, благословляю деток наших, Анастасию и Николая, Серафима, Татьяну, Сережу и Ину, благословляю во имя Иисуса Христа, зятя моего, Михаила, благословляю, внука моего, Дона, благословляю, вот, и всех будущих детей, невесток, всех благословляю, и будущих внуков, внучат, правнуков во имя Иисуса Христа, потому что Ты действительно Бог живой, Ты Бог всемогущий, и Ты благословляешь до тысячи родов, любящих Тебя, Господь, чтущих Слово Твое, Боже, благодарю Тебя, Господь, Аллилуйя, Шаббат Шалом, Роман, Шаббат Шалом, все, кто подключается, Шаббат Шалом, все друзья, да, слава Богу, и сегодня у нас вечер, пятница вечер, встреча Шаббата, и это уже завершающий Шаббат этого месяца, вот, и уже одновременно он как бы на стыке нового месяца уже, начало нового месяца, последнего месяца библейского календаря, еврейского календаря, лунного календаря. Аллилуйя! Сейчас просто приготовлялся, сейчас как раз и нарезал лук, вот, как бы тоже пропах, а то еще и красителями такими, натуральные красители, самые такие стойкие красители, натуральные, вот, эти, дякую, дякую, Роман, здоровья вам тоже, вам тоже, вот, значит, и, так получилось, что, значит, что, да, вот, даже этот, натуральный краситель, какой там, свекла, свекла, буряк, 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 аллилуйя, спасибо тебе, Господь, за все, благословен ты, царь наш, благословен Господь, Бог наш, аллилуйя, у меня сегодня халы, у меня под виноградом азы, у меня, ну, здесь вот, такой садочек беру, тоже, да, значит, и, ну, вообще, и, и, и сына гагарина у меня здесь есть, вот, так вот, пусть будет здесь, так что так, дамы и господа, братья и сестры, аллилуйя, аллилуйя, так, из тех, кто подключился, и подключается, да, у меня здесь две халы, вот такие вот халы, плетенки, проще говоря, плетенки такие, вот такие две плетеночки у меня, шаббатные плетенки, и приветствую сегодня, господина шаббата, господина субботы, пусть Бог благоставит сегодня, это празднество, и нас в этом празднестве, пусть Господь благоставит, и завершение этого месяца, лунного календаря, сегодня 29 число, уже наступает 30, 30-е уже сегодня, сегодня 30-е уже наступает, ава, вот, значит, и, конечно, месяц ава, обычно ассоциируется, вот, завершающийся, да, ассоциируется с такими, ну, многими такими, скорбями в жизни народа Божьего, потому что, когда мы Библию читаем, то видим, что, да, вот как раз, в месяц ава, в этом пятом месяце, от Пасхи, много беды было, вот, храм был разрушен, самая такая, известная такая беда наша, да, и второй храм был разрушен тоже, в это же самое время, так вот совпало, представляете, так что, его величество, случай, это псевдоним, его величество, Господа Бога, однозначно, но утешение, испокон веков, этот месяц тоже, после девятого ава, обычно, такая есть присказка, ав, утешитель или утешение, а для нас утешение, для нас новозаветных верующих в том, что сегодня третий храм Божий есть, мы живем в эпоху третьего храма, который уже превзошел по своему величию, и первый, и второй храм вместе взяты, и все, что знало человечество до того, третий храм, стройка тысячелетий, на протяжении двух тысячелетий, созидается из живых камней, и куполом этого храма является сам Иисус Христос, и все это тело Иисуса Христа, весь этот храм, это тело Иисуса Христа, Мессия, Машиаха, Иешуа Машиаха, и основание этого храма, это сам Иешуа Машиах, я говорил в начале этого месяца об этом как раз, говорил в начале месяца Ав как раз об этом, вот, и даже, Даже такой семинар подключал я онлайн. Слава Богу. И последний этот месяц, 12-й, если считать, от створения мира, и 6-й, если считать, от Пасхи. Это месяц таких приготовлений, самоанализа, рассуждений, подсчета. Очень важный месяц. Вот как вот для новозаветных верующих утешений, что мы ожидаем пришествия Господнего. Его возвращения. Еще такая доктрина есть в христианстве. Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Это потрясающе. Хотя такой доктрины в Библии и нет ее. Господь пришел, но он и остался с нами здесь. Это все одно пришествие его, по сути. Что было 2000 лет назад, что сейчас его присутствие здесь и в нас верующих. Что вот его возвращение с небес. Это все, по сути, одно его пришествие. Просто оно такое удивительное, просто растянувшееся в тысячелетиях уже даже. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Так что Машех сейчас, Христос сейчас здесь. Аллилуйя. Он не просто улетел, обещал вернуться. Нет, он здесь. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Я с вами во все дни даже. То есть нет даже одного дня на земле. Вот за эти два тысячелетия не было даже одного дня. Никакого дня не было такого. Самого даже темного, мрачного дня. Когда бы Иисуса Христа не было бы на этой планете. С нами. Когда бы Христос сказал бы, нет, извините, сегодня я здесь отсутствую. Нет. Он с нами во все дни. До скончания века. Аминь. Спасибо тебе, Господь, за все. Аллилуйя. 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 Вот здесь вот на лесовой, здесь вот на рынке купил такие халы. Вот. Я уже избрал как-то. Мне понравилось. Вот. Достойно. Не хуже, чем в синагоге пекут. Мне очень понравилось даже. Ну вот. Есть соль. Соль я беру как знак. Соломка такая здесь. Так. Раскрашить соль. Соль – добрая вещь. Соль означает праведность. Да. Господь нас называет солью своей. На этой земле. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Сдобные. Да. Значит, потому что халы всегда пекутся именно вот подобные. Да. Значит, именно не пресные, не пресные. Опресники – это только лишь на Пасху, на Песах, значит, и потом, значит, праздники опресников. А здесь, да, обычная плетенка переплетается. Вот. И очень даже символично все это. Спасибо тебе, Господь, за хлеб нашим сочным. Благословен ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли. Томань. Благословен ты, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Амин. Амин. Благословен Господь. Шаббат шалом, мой Бог. Шаббат шалом, Господь. Благодарю Тебя за эту субботу наступившую. Благодарю Тебя, Господь. Как сказано было в Слове Твоем, и был вечер, и было утро, день седьмой. И вспоминая тот древний шаббат, тот самый первый шаббат, который провели мы, люди с Тобой, наши пра-пра-пра, прародители, Божие. Вспоминая то, что этот мир, и утверждая, что этот мир сотворен Тобою, Господь. Благоставляю великое имя Твое, Боже всемогущий. И вспоминая великий исход из рабства египетского. Боже, как Ты и повелел нам вспоминать об этом. Каждый шаббат о сотворении мира вспоминать, и утверждать, что Ты сотворец этого мира, сотворивший этот мир, Боже, и исход из рабства. Выход из рабства. Спасибо Тебе за свободу. Спасибо Тебе, Господь, за свободу. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Боже, благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Шаббат, шалом, Господь. Шаббат, шалом, Господь. Поздравляю Тебя, Боже, с этим Твоим праздником. Поздравляю. В этом мире много праздников. У нас, у людей есть праздники. Дни рождения, дни свадеб, какие-то годовщины, юбилеи. В наших семьях праздники. В наших народах, культурах праздники. В государствах наших праздники различные есть. Но я благодарю Тебя, что у Тебя есть праздники. И вот с этим Твоим праздником, который еженедельно мы совершаем с Тобой, я Тебя поздравляю сейчас. Спасибо Тебе, Господь. Благословен Ты Бог наш. Благословен Господь. Спасибо за творение, за этот мир, сотворенный Тобою шесть дней. А седьмой шаббат Ты почил Господь с нашими пра-пра-пра-пра. Про отцами. Про отцом Адамом и про матерью Евою. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, супруга моя драгоценная, Инна Сергеевна. Шаббат шалом, детки. Анастасия, Николай, Серафим, Татьяна, Сережа, Инна. Шаббат шалом, зять мой, Михаил. Шаббат шалом, внук мой, Антоша. Шаббат шалом всем, всей родне, всей семье. Шаббат шалом. Шаббат шалом вам, дорогие друзья, вашим домам, вашим родным, ближним. Милость Господня, благодать да пребудет со всеми вами непрестанно. Аллилуйя. Шаббат шалом, шаббат шалом. они они Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Shalom, Shalom, Yerushalayim Shalom, 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 Yerushalayim Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Shabbat Shalom, 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 Sh Субтитры создавал DimaTorzok Приветствуем вас, ангелы, ангелы Всевышнего, посланники Всевышнего, приходите с миром к нам. Прибывайте с миром среди нас, посланники, ангелы Всевышнего, пребывайте с нами, ангелы Всевышнего, вестники Всевышнего. Ангелы Всевышнего Ну а придет и время, уходите с миром, так же, ангелы Всевышнего. И приходите, и оставайтесь, и уходите с миром, ангелы Всевышнего. Спасибо тебе, Господь мой, за посланников твоих, за вестников твоих Всевышних. Благодарю тебя и благословляю имя я твое, мой Отец Небесный. Аллилуйя Спасибо, Господу, за все. Спасибо за этот добрый вечер, святой вечер, щедрый вечер, добрым людям, на здоровье. Да, пятница вечер – это вселенское событие, это событие вселенского масштаба. Вся Земля трепещет. Наша планета, она помнит. Земля имеет память, дамы и господа, растительный мир, животный мир, даже на уровне, может, подсознания где-то. Любой человек имеет это внутри себя ощущение, просто это забыто. Но когда мы входим в Божье Слово, и оно в нас пребывает, и мы блажены, слышащие Его и исполняющие Его, то вот это все то, что внутри, оно просто оживает. И оно просто все действительно, как воскресенье из мертвых. Аллилуйя! Бог видели в пятницу. Да, суббота, суббота, шаббат. Суббота начинается в пятницу вечером. В библейском календаре так оно и есть. Ну и наш православный календарь, он тоже взят был как раз с библейского иудаизма. Вот, то есть, гражданский календарь начинается с полуночи до полуночи, продолжается. Вот, а библейский календарь, он начинается с вечера и до вечера. То есть, вот, с сегодняшнего вечера, пятница вечер, вот, и до субботы вечера, позднего вечера, продолжается этот день. А уже в субботу вечером, да, уже начинается первый день недели уже, да, мы отмечаем тоже, благодарим Бога, благоставляем великое имя Его. Аллилуйя! Поэтому, да, сегодня особый вечер, особый святой день, и вся вселенная трепещет сегодня. От благоговения и благодарности к Создателю. Вот, и мы люди, действительно. Ну, Господь Иисус не был распят в пятницу на самом деле, он был распят в среду, вообще-то. Вот, само арест был, значит, и, значит, допрос, и убийство, среда и четверг, получается, среда. Вот, вот, ну, если библейский разбирать, исторический, но по церковному, по православному, католически, протестантски, считается, что в пятницу, да, умер Господь на кресте. Вот, ну, это все из-за, ну, антисемитизма, это все из-за отрыва от еврейских корней и незнания, то есть, Библию, когда стали люди читать, оторвав ее от той культуры, в которой она, собственно, рождалась и формировалась, да, писалась, вдохновлялась Духом Святым. Вот, ну, и мы вот, майма тащимайма. Вот так вот. Аллилуйя. Утром после Пасхи был суд, пишет Алекс. Вроде так, но это не совсем так, это, во-первых, было до Пасхи, вот, значит, и, значит, это все было до Пасхи. Еврейский счет вы не знаете или плохо поняли Библию? Ну, да, значит, Алекс, видимо, запутался немного, вот, потому что Пасха, Пасхальный день, тут, значит, с чего начиналась Пасха, это Великую Субботу, вернее, Суббота называлась Днем Субботним, тоже. Суббота, Суббота в Библии не всегда означает именно субботний день, седьмой день недели, в смысле, вот. Вот, это еще и шаббат, именно суббота, как вот, праздничный день, праздничный день, с Пасхой тоже самое. Иисус был распят как раз перед Пасхой. Тайна вечеря была не на Пасху, перед Пасхой она была совершена, перед, то есть, календарно она была совершена накануне Пасхи. Вот. Ну, об этом я более подробно рассказываю, сейчас, как бы, не хочется углубляться, но я только вкратце скажу для Алекса, такой комментарий такой, ну, и для, раз, тем более, записано все это уже публично, то, значит, надо публично как-то и ответить, наверное, думаю, все-таки было положительно было бы. Вот. Дело в том, что, значит, Иисус, да, Иешуа, он был близок к одной из сект иудаизма, вот, значит. Но он, как бы, осуждал фарисеев, саддукеев, значит, даже книжниками иногда доставалось на орехи, да, но он не трогал две таких фракции тогдашнего, да, Израиля. Это Зелоты и Иесеи, вот. И тех, и других он не обличал, потому что их обличать в лицемерии было бы невозможно, потому что и те другие, ну, крайние в разных полюсах, как бы, да, крайности, но и те, и другие были очень искренние люди, вот, и никакой корысти не преследовали, вот. Вот, а ведь все религиозные фракции, фактически, значит, иудаизма Иисус именно обличал именно в лицемерии, вот, и в серебролюбии и прочее. Так вот, значит, и интересно, что, значит, последняя вечеря она была совершена не совсем канонично, не совсем в согласии с, ну, традиционным иудаизмом, будем так говорить, потому что, ну, в Библии об этом рассказывается, в общем-то. Только из-за того, что оторвало, христиане читают ее нееврейскими глазами, поэтому не видят, читая тексты, не видят очевидного просто, вот, я даже удивляюсь порой, вот, значит, как вот Иисус говорил, имеет глаза, но не видит буквально, вот, и так и получается. Помните, да, Иисус сказал, значит, ученикам о приготовлении Пасхи последней, очень странные давал им рекомендации, помните, да, он послал учеников в город и сказал, вы увидите мужчину, несущего водонос, воду несет мужчина, вот, и за ним проследуйте, проследите, вот, и выйдите на такую конспиративную квартиру, вот. И где, спросите уже о приготовлении Пасхи? Ну, ученики, по слову, учителя, они всякое видели, поэтому они пошли. А современные читатели читают, допустим, пример, оторванной традиции еврейской, и думают, ну, и что из такого, подумаешь, мужчина несет воду, как бы, там, мало ли таких мужчин. На самом деле, таких мужчин не было в Израиле. На самом деле, это проще было где-то там в Сочи, допустим, там, летом на пляже, в валенках и на лыжах человек увидеть, чем, значит, там, в Израиле, значит, мужчину, несущего водонос, воды, средь бела дня, вообще. Ну, это, понимаете, значит, согласно мнению тогдашнего иудаизма, это был грех. Вот. Человек такой бы отлучал бы себя просто от синагоги, сразу бы ее вообще от Израиля. Вот. Даже если мужчина жил один бабылем, то он нанимал женщину, соседку, приплачивал кому-то из женщин, чтобы они таскали ему воду, потому что, ну, это, это не было нарушением Торы, но устные предания к тому времени уже были очень даже жесткими. Вот. Поэтому ученики не рассчитывали такое увидеть, но по слову учителя пошли и, глядь, на самом деле, видят, мужчина несет воду. Проследили за ним и пришли за этим странным мужчиной и не менее странный хозяин, даже более, чем странный хозяин, потому что, когда они попытались ему объяснить, что учитель говорит приготовить Пасху, он их ошарашил. А все приготовлено. Посмотрите. Как? Весь Израиль только собирается готовиться, а там уже все приготовлено. Что-то здесь не так. Это какая-то секта. На самом деле, и эсеи, которые проживали в городах, такие были тоже, они демонстративно нарушали, вот, значит, эти устные предания. Но так, как тогда была Пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу... Ну, это цитаты, роман из Евангелетана, вы сделали цитату такую, да. Но Пятница здесь имеется в виду, Пятница не наша календарная Пятница, а день перед субботой, имеется в виду, день перед субботой, перед праздником, перед праздничным днем, одним словом, перед Пасхой, будем так говорить. Поэтому, имеется в виду, не календарная Пятница, не вот, как вот сегодняшний день Пятница, имеется в виду, вот, просто из-за незнания этих традиций пасхальных, не-не-нет, не-не-нет, это не домыслы, это исторические факты, вот, значит, просто из-за антисметизма церковь, прочитывая Писание глазами нееврейскими, Библию пытается увидеть совершенно, ну, искаженно. И вот на протяжении столетий многих, вот, значит, такой кавардак. Поэтому реформация, дамы и господа, ну, не буду больше так вот об этом рассказывать, это уже начался, начался уже семинар уже просто у нас тогда. Сейчас уже праздник, как бы, и нехорошо в праздник такие вещи поднимать, как бы сейчас, значит, это, думаю, можем разбирать уже попозже. Вот, значит, вот, и, ну, поверьте, что подавляющее большинство христиан живут, ну, в серьезных очень заблуждениях, очень серьезных. Просто по милости господней, вот, как бы, вот, не знают этого. Вот, но пришло время освобождения, пришло время, на самом деле, вот, прозрения, освобождения, слава Богу. Господь да благословит всех нас, аллилуйя. Да, слава Богу. Господи, благослови нас, Боже, благослови Господь нас, Боже. Самое главное, даже не, даже не то, господа, в пятницу он был распят или в среду, или какой другой день в нашем исчислении гражданском. Самое главное, что он распят был за наши грехи. Вот, это самое важное. Вот, а исторически, да, я могу доказать однозначно, что он был в среду распят был, однозначно. Три дня и три ночи был во гробе. Вот, значит, буквально исполнились слова его пророчества. Вот, значит, и все буквально один к одному сходится в Писании. Вот, слава тебе, Господь. Хорошо, друзья, благоставляю вас во имя Господне, благоставляю семью, благоставляю всех вас, возлюбленные, благоставляю благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Аминь. 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 Аллилуйя. Да, ну и под занавес. А, сына Михаила, да, очень люблю его, очень уважаю. Вот, и других мессианских учителей очень уважаю, слава Богу. Вот, и под занавес еще скажу, такой как бы исторический такой анекдот получился у нас. Рождество Христово вспоминают христиане, когда обычно в декабре, в конце декабря, да, или же в начале января у нас обычно, чаще всего. Вот, либо 25 декабря, либо 7 января. Ну, и как бы обычно в Украине то и то отмечается. Вот, но на самом-то деле в сентябре родился Христос, получается, по нашему исчислению, если месяц Тишри. Вот, значит, и тоже как бы почему, вот, хотя опять-таки, по большому счету, исторически, да, он родился осенью, а не зимой. Вот, значит, и на 30,5 года раньше он родился, чем это принято считать, вот, умер мессия в 30-м году нашей эры. Об этом есть много исторических свидетельств. Вот, значит, но опять-таки, самое главное не это, господа, самое главное, что Христос, он должен родиться в сердцах человеческих и царствовать в нас верующих. Вот, и вере его покоряем мы все народы. Но в последние времена церковь придет к такой чистоте евангельской, вот, это очень важно. Вся церковь, и православные, и христиане, и католические, и протестантские христиане, потому что у всех свои там забубоны, и всем нужна реформация. Действительно, реформация. Есть деформация, есть реформация. Реформация – это покаяние, исправление, работа над ошибками, это восстановление, исправление церкви. Вот, слава тебе, Господь, за все. Аминь. Благословение, Господне, всех вам. Шаббат, шалом. Споем вместе. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом.